А сейчас о спорте. В чемпионате Северодвинска по футболу состоялся ответный матч между командами МЧС и «Строитель». Болельщики увидели абсолютно разные таймы, а победа досталась с минимальной разницей мячей. Расскажет Константин Мухин. Данные соперники уже встречались 13 июля и в первой встрече разошлись миром 1-1. Ответный матч состоялся в воскресенье и многие игроки «Строителя» решили не являться на матче, видимо отдохнуть от футбола. МЧСовцы не стали разбираться в проблемах соперника с составом и два гола Александра Клыпина и один мяч Никиты Игнатова дали им комфортное преимущество. Счет 3-0 позволил команде МЧС немного поэкспериментировать с составом и такие замены сыграли с ними злую шутку. Усилиями Юрия Константинова и Дениса Суханова футболисты «Строителя» сумели забить два гола, но на большее их не хватило. 3-2 боевая победа МЧС и важные три очка в гонке за награды. Счет минимальный 3-2, это говорит о том, что продолжаем много пропускать. Справедливости ради стоит отметить, что соперник был далеко не в оптимальном составе и короткая скамейка дала себе знать, поэтому сегодня в первом тайме появили 3-0. Проблемы с составом или были еще какие-то причины сегодняшнего поражения? Проблемы с составом, потому что в воскресенье люди отдыхают на дачах, на природе. Как собрались, первый тайм тяжеловато было, потому что подошли к самой игре, а во втором подсобрались и пошла игра. 20 июля на стадионе «Строитель» команда МЧС вновь опробует свои силы против одного из лидеров чемпионата команды «Звездочка». В первом матче ягринцы выиграли со счетом 7-4. Константин Мухин, Станислав Крылов, Вестник, Северодвинска.